Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня... Сегодня как раз у нас урок необычный. Очень необычный сегодня урок. Миря Малко Маркс смотрит нас. Максим Перенчук, отлично. Значит, сегодня у нас необычный урок, потому что сегодня как раз приехал в 10.15. Выезжают от дома, где жил Равиц как Зильбер. Захрана Цедик Левраха, про которого мы читаем рассказы. И изучаем его жизнь. Значит, получается, его годовщина смерти, Йорцет, наступает в Шаббат. Вот вечером сегодня, да? Как раз он умер перед 9 ава. И в воскресенье будет 9 ава. Теперь, ну так как в Шаббат нельзя ехать на кладбище, то сегодня от его дома отходит автобус. И, значит, мы поедем на кладбище, где помолимся у него на Модиле. Как раз очень интересно, может быть, я и оттуда тоже сделаю прямой эфир включения. И Шатадина Якова, с днем рождения, конечно, тоже. Все мы поздравляем. То есть есть, очень важно, когда есть в жизни люди, которые посвящают свою жизнь другим людям. Это очень редко встречается. Обычно человек, он замкнутый в своем мире, он старается жить, ну, обычно вот как, да? Вот, дай, 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 мне, мне, мне. А чтобы я кому-то что-то сделал, так это меня надо сто раз попросить. А что делает человек, ну, цадик праведник, который стремится быть цадиком, да? Он наоборот, он говорит, смотрите, Всевышний уже всем дает. Всевышний всем дает, всему миру. Мы должны уподобляться Всевышнему. Я тоже хочу всем давать, хочу всем помогать, хочу всем делать добро, хочу, чтобы все вокруг были радостные, счастливые, улыбались. И это как раз очень редкий настрой, который есть у немногих людей. Такой был всю жизнь Равицкак Зильберзе, Хронот Садик Левраха. То есть он, значит, он был реально цадик-цадик такой. И Яков Шатадин, это будущий цадик, мы ему давайте пожелаем в его день рождения, чтобы он был цадиком, праведником, чтобы он много помогал людям и много распространял Торы. Все мы его поздравляем, желаем ему, чтобы он был большой цадик. Вот как раз я сейчас иду, вот тут вот мы с Равицкаком выходили с его подъезда, он же вот в этом подъезде, вот такой вот, очень простой. Значит, дом 7, видите, написано, дом 7, подъезд 2. И он жил на втором этаже, на втором этаже он жил. И вот мы спускались так и шли в синагогу. Вот шли мы в синагогу, в которой он молился. Вот, он молился в Атите навсегда, обычно с первым лучом солнца. Вот он шел вот сюда, такой шел по этому коридорчику, так медленно. Обычно кого-то придерживал за руку. И выходил он вот как, вот такая площадь, сейчас вы увидите. Вот так вот жили самые большие цадики. Ну, давайте вот так и поверну. Такая площадь, небольшая, видите. Лестница вниз, синагога. Вот автобус, на котором мы сейчас поедем на кладбище через минут 15-20. И, значит, вот так вот он и жил. Значит, я вам сейчас, так как у нас все равно урок ТОРа, мы должны поучиться. Давайте я вам сейчас расскажу то, что я сегодня, в принципе, приготовил. Сегодня я приготовил, сегодня я приготовил, опять же, то, что мы изучаем. Законы злоязычия. И, значит, законы злоязычия. И сегодня я приготовил как раз один из рассказов про Равицкака. Но у меня нет сейчас с собой компьютера. Поэтому я вам расскажу сейчас что-то другое. Да, я вас познакомлю. Вот сейчас как раз должен подойти на кладбище. Поедет сын Равицкака, Равинсон Зильбер. И он что-то тоже, может быть, я попрошу его сказать несколько слов. Чтобы он сказал, вот если я его сейчас увижу. Или дочь Равицкака Зильбера. Значит, кто-то из них, может быть, тоже нам скажет несколько слов ТОРа. Значит, Кати, Кати есть. Прибежал почему-то котенок сюда. Да, очень интересно. Вот вроде смотришь, внешний мир, он очень кажется таким понятным. Внешний мир, он кажется таким понятным. Но когда ты начинаешь видеть за маской Вселенной, за маской этого мира Всевышнего, и вот ты начинаешь, ты понимаешь, что Всевышний с тобой разговаривает, что Всевышний от тебя что-то хочет, что есть у тебя душа, что есть у тебя твоя жизнь, которая, она не просто так, чтобы ты бегал все время за едой, за какими-то почестями, за какими-то иллюзиями и так далее. В этот момент мир преображается, и он начинает с тобой абсолютно по-другому общаться. Такая начинается, как магия, да, такая магия мира. И вдруг ты видишь какие-то совершенно удивительные вещи. Вот совершенно удивительно сейчас подбежал какой-то очень странный котенок, который как будто бы со мной разговаривает. Очень странный, черный такой котенок подбежал сюда. Вот почему он сюда подбежал, интересно. Вообще непонятно, почему он сюда подбежал, мне вообще непонятно. Но он явно необычный такой, посмотрите. Котенок, посмотри, пожалуйста, скажи что-нибудь. Маленькая пантера, да? Вот такая маленькая пантера, почему-то он сюда подбежал, и что он этот котенок? А может быть это делгуль, может быть это какой-то делгуль, это какая-то душа. Вот он ко мне подходит. Может быть это наоборот злой котенок, который хочет нам сорвать урок. А может это какой-то демон. А может наоборот это какой-то хороший котенок. А может быть, это какой-то грешник, который когда-то грешил, и сейчас он стал котенком, но, например, хочет сейчас с помощью этого урока выполнить то, что он в жизни не успел выполнить, и значит, сейчас он хочет, видите, вон он устроился, сейчас он хочет с помощью этого урока подняться на следующий уровень в духовных мирах. Может же такое быть? Вполне может. Мы не знаем, в принципе, мы вообще ничего не знаем. Человек живет в какой-то иллюзии, что он что-то знает, что он что-то вообще умеет, понимает, но по факту все очень странно. Вот пришел Робинсон Зильбер, вот давайте я попрошу его сказать какой-то вот... Робинсон, шалом, шалом. Добрый день. Вот сейчас есть у нас рок-торы, и 170 человек сейчас вот слушают как раз. Вот можно им какое-то сказать двортора короткую на русском чести? Может быть, про девятую аву, может быть, что-то. Может быть, я что-то расскажу про папу, может быть, это более естественно. Да. Да. Добрый день, дорогие слушатели. Ну, да, завтра, в шаббат выпадает, ёрцает папа из отцау. Просто хочу рассказать немножко про папу. Наверное, вы слышали много, но папа из отца, ну, он родился немножко до Октябрьской революции, между Февральской и Октябрьской. И он попал во все фазы печально известной советской власти с её войной против Торы, вообще против веры в Бога. Интересно, у папы, у папы, не только у папы, у большинства евреев высшего Советского Союза из основных линий фронта была борьба за соблюдение шаббата. Потому что в те годы практически не было какой-то работы, чтобы человек мог соблюдать шаббат. Можно было в Советском Союзе, можно было как-то крутиться. Кто-то крутился, знаете как, он находится в артели, но так называемый надомник, он делает работу дома, когда он хочет. Тогда он сам себе хозяин. Но если работать у кого-то, то суббота была, днём работать. Но есть и вторая проблема. А что делать с учёбой детей? А в Советском Союзе тоже был закон о всеобучии, как во всяком мире, как в большинстве стран современного мира. С этим папа зацелл тоже как-то крутился. Крутился разными путями. Например, во-первых, тогда шли в школу в 7 лет, папа затягивал, дети шли в 8. Потому что папа с мамой всегда могут сказать, что в наших глазах ребёнок ещё слабый. Да, но в 8 что-то надо делать. Так когда мы жили в Казани, папа знал, родился там и знал многих людей. И папа искал по всей Казани такую школу, чтобы учительница смотрела сквозь пальцев, что ребёнок не приходит. И как будто она это не заметила. Так у моей старшей сестры Сары папа нашёл такую школу, но она была в другом краю города. Надо было ехать с пересадкой. Я предполагаю где-то ехать, наверное, отличить вот эти часы, если не целый час. Так с 8 лет, с самого начала папа, он договорился об этом. Но ведь надо же, не только чтобы папа договорился, нужно, чтобы директор школы её тоже принял, а она не по району. Папа использовал то, что он как раз работал в том районе, в школе рабочей молодёжи. Так он подошёл к директору и сказал, смотри, ты педагог, и я педагог. Мне очень важно учёба и воспитание моих детей. Но так как я очень закручен работой, то я хочу, чтобы я мог наблюдать за учёбой и воспитанием моей дочки. Мне важно, очень важно и поможет, чтобы она училась вот в этой школе, близко к месту работы. И тогда я смогу заглянуть и посмотреть. И директор согласился, коллега коллеги, сделал одолжение. И так далее папа всегда искал пути, как выкрутиться неоткрытым фронтом, но искать пути. Всего доброго. Спасибо, Рав Бенсон. Спасибо, и мы точно так же будем искать пути, как больше служить Всевышнему, как больше учить Тору, как больше делать добрых дел хороших. И у каждого есть возможность. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Котёнок тоже нам всем желает хорошего дня. Да, котёнок, скажи что-нибудь. Котёнок такой, какой-то очень серьёзный котёнок. Непонятно, что он хочет нам сказать, но тоже что-то хотел сказать. Дорогие друзья, всё, мы уезжаем уже, едем на кладбище, будем молиться. Значит, я помолюсь, чтобы Бог услышал все ваши молитвы. И если у вас сейчас есть какие-то просьбы ко Всевышнему, то я на модилю Рава Искака попрошу, чтобы он за нас, за всех там на небе попросил у Всевышнего. И желаю всем нам, чтобы мы выбирали среди множества возможностей, что делать, именно самые правильные, которые Бог поддержит, и за которыми мы будем потом в мире истины рады и счастливы, чтобы мы правильно прожили свой жизненный путь. Всё, всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. И счастливо. Всё, я на модилю Рава Искака попрошу, чтобы Бог услышал ваши молитвы. Поэтому сейчас подумайте, минут 5-10 помолитесь, попросите Всевышнего, поблагодарите Его за что-то, чтобы был этот момент, чтобы был использован для вашей пользы. Всё, всем счастливо. Удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok